Самое уродливое млекопитающее, которое не стареет, не чувствует боли и не болеет. Но прежде чем раскрыть, кто это млекопитающее, я хочу пригласить вас подписаться на наш канал, оставить свой лайк и свой комментарий в описании видео. Не секрет, что голые землекопы не являются одними из самых красивых животных на планете, но они оказались очень важными для науки. Самая уродливая мышь в мире, морщинистая и безволосая, с длинными торчащими зубами, может внести гораздо больше вклад в медицинские научные открытия, чем мы можем себе представить. Эти странные животные обладают рядом необычных характеристик, которые привлекают внимание медицинских исследователей всего мира. Этот грызун размером от 7 до 33 см живет в среднем 30 лет и устойчив к хроническим заболеваниям, таким как диабет и рак. Это животные, которые живут под землей, и по этой причине они вносят большой вклад в экосистему и увеличивают разнообразие почвы, когда роют свои норы, строя свои гнезда. Но что привлекло внимание медицинских исследователей, так это их способность не стареть, не чувствовать боли и быть чрезвычайно устойчивыми к болезням, разрушающим иммунную систему человека, таким как рак. Исследования показывают, что эти уродливые грызуны могут стать ключом к поиску лекарств от таких болезней, как рак и старение. Мыши всегда были наиболее используемыми грызунами в лаборатории для медицинских исследований и исследований, но голые землекопы оказались более эффективными для исследований биологии человека. Научное название вида, Этира чаполус глобер, по существу означает лысая тварь с другой головой. Голый землекоп родом из жаркой и тропической среды северо-восточной Африки и живет в огромных подземных колониях, образующих большой лабиринт. Поскольку они живут под землей, они могут выжить при низком уровне кислорода, что является необычной особенностью этого вида грызунов, которые живут дольше. В то время как мышь выживает только два года, они могут жить до 30 лет. Еще одной интересной особенностью этих грызунов является то, что они социальные животные и могут содержать до 300 особей. Их колонию возглавляет королева с жесткой и хорошо организованной иерархией, где ее члены выполняют разные функции. Они могут выжить в экстремальных условиях под землей. Еще одной особенностью, которая привлекает внимание к этим грызунам, является их способность не стареть, как люди, поскольку и их сердечная функция. Состав тела и обмен веществ не претерпевают изменений, как у людей. Подземный образ жизни этих грызунов способствует их повышенной выживаемости, так как, живя под землей, они могут защитить себя от дождя и экстремальных погодных явлений, а также от хищников, которые могут их убить. Голые землекопы не умирают от болезней, но могут погибнуть от драк между собой в собственных колониях. Но главный вопрос, почему это животное избегает болезней? Ответ до сих пор остается загадкой для исследователей, и по этому вопросу выдвигается множество гипотез, но нет уверенностей или ответа. Последние исследования сосредоточены на состояниях в их телах, которые препятствуют размножению раковых клеток. Эксперты из Кембриджского университета предполагают, что взаимодействие с внутренней микросредоголого землекопа, сложной системой клеток и молекул, окружающих клетку, включая иммунную систему, предотвращают заболевания, а не врожденный механизм устойчивости к раку. Возможно, этот вопрос все еще остается без ответа, но мы точно знаем, что рак в основе своей является результатом мутации, которая заставляет клетки размножаться неконтролируемым образом. По сравнению с другими видами, голый землекоп имеет очень низкую скорость мутации. Но еще одна особенность, интригующая исследователей, странная нечувствительность этих грызунов к боли. Вероятно, это результат их эволюционной адаптации к среде с высоким содержанием углекислого газа. Так что воздух, которым дышат эти грызуны, богаче углекислым газом, чем атмосферный воздух, что было бы большой проблемой для млекопитающих, но не для них. Углекислый газ вступает в реакцию с водой, образуя кислоту, называемую угольной кислотой, которая может активировать нервы, вызывающие боль, объясняют исследователи. При многих воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, участки отека тканей часто могут становиться кислотными и вызывать боль. Но голый землекоп не воспринимает кислоту так болезненно, как лимонный сок или уксус, сбрызнутые напорезы на коже, вызывают боль. Молекулярная основа на этой непереносимости, идентифицированная в гене голых землекопов, действует прямо противоположным образом на людей, вместо того, чтобы эта кислота активировала боль, она действует как анестетик в сенсорных нервах этих крыс. Эти крысы живут в колониях в течение нескольких поколений, где самка отвечает за размножение, а другие особи работают, чтобы поддерживать выводок. Их могущественная королева управляет всей колонией, спариваясь с самцами, другие работают, роя норы своими большими выступающими зубами и собирая корм, чтобы служить пищей королеве. Интересно, что в колонии есть одна фертильная пара, а остальные животные не достигают половой зрелости. Но если одну из этих мышей удалить из-за колонии, животные вступят в половую зрелость, вырабатывая половые стероиды. У людей есть длинная препубертатная фаза от 8 до 12 лет. Когда ребенок достигает половой зрелости, в его мозгу высвобождаются гормоны, которые приводят к выработке половых гормонов, обеспечивая созревание репродуктивной системы. Крысы и мыши достигают половой зрелости особенно быстро, в течение двух недель после рождения. Следовательно, они являются плохой моделью для изучения половых гормонов. Исследователи все больше и больше изучают голых землекопов, чтобы изучить влияние половых гормонов, таких как эстроген и тестостерон, в дополнение к половым хромосомам. Такие исследования могут пролить свет на медицинские методы лечения, такие как заместительная гормональная терапия, экоэблокаторы полового созревания. Среди сумасшедших привычек этих крыс – организованность. У них есть ванные комнаты, чтобы содержать их среду обитания в чистоте, а щенки, когда они рождаются, уже являются частью организованного питомника, чтобы заботиться о младших особях. Они также двигаются вперед и назад с одинаковой скоростью и редко используют свои маленькие округлые глаза, предпочитая полагаться на свои сенсорные усы, чтобы ориентироваться под землей. Голые землекопы также имеют характерные и уникальные способы общения друг с другом, определяя, кто друг, а кто незнакомец, с помощью различных диалектов, как и люди. Шумы часто относятся к матке, а потомство, полученное в результате скрещивания, принимает тон создавшей их колонии, который может измениться в случае замены матки. Одно исследование нанесло на карту 18 различных вокализаций, включая сигналы тревоги, просьбы о еде, призывы к спариванию и призывы к туалету. Когда приближаются хищники, животные используют несколько разных сигналов тревоги, чтобы защитить колонию. Время приема пищи включает в себя принесение больших клубней, таких как сладкий картофель, в свои норы, чтобы их грызли другие члены колонии. Каждое блюдо весит до 50 килограммов. Слепыши удаляют ядовитые внешние слои растения, едят свою еду и засыпают съеденную часть землей, так что клубень регенерирует, становясь позже еще одной едой. Действительно, их сложная коммуникация, долгая продолжительность жизни, социальная сплоченность и тщательное управление пищевыми ресурсами делают голых землекопов явными признаками высокого интеллекта. За все эти характеристики эти крысы получили звание инженеров экосистемы, так как помогают улучшать почву, делая ее богаче и плодороднее. Этот вид крыс привлекает внимание исследователей в области медицины, и некоторые исследования проводятся в качестве лечения рака из-за способности этих грызунов не заболевать раком. Если ученые смогут раскрыть секрет долгой и здоровой жизни этих мышей, они смогут превратить эти знания в профилактические средства против рака или лекарства для лечения рака. Несмотря на сложность и редкость исследований этого вида грызунов, исследователи, изучающие этих грызунов более 10 лет, не теряют надежды на новое и важное открытие, особенно в области медицины.